В эфире город С. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Иссоклинский район – один из живописнейших районов Самарской области. Он расположен на севере и занимает площадь 1577 квадратных метров. Основное богатство района – это плодородные почвы, пышная природа и, конечно же, люди. Это сочетание и породило название села Иссоклы. От тюркского слова «усак», что означает «осина», «осиновый лес». И вторым вариантом происхождения этого названия является слово «ясак» – дань пушниной, которую переселенцы платили властям за использование свободных земель. Какой из этих вариантов считается правильным, я надеюсь, мы сейчас узнаем, потому что сегодня у нас в гостях Валерий Етманкин, глава муниципального района Иссоклинский Самарской области. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич. Какой вариант выберем? Какой вы считаете правильным? Давайте так, мы же не будем останавливаться ни на одном варианте, потому что каждому нравится свой вариант, поэтому утверждать, что именно это правильно или второе, не будем. Кому как нравится. Да, кому как нравится, да. Отлично. Ошиблась ли я в площади района? Да, чуть-чуть ошиблись, вы сказали 1577 квадратных метров, километров, я бы хотел сказать. Конечно же, километров. Потому что, да, эта территория больше, чем территория Клявлинского района, территория, чем Шанталинского района, соответственно, и Камышлинского района. С другой стороны, кажется, он такой маленький, аккуратненький, и мне всегда казалось, что соседние районы больше, чем наши. Ну, наверное, из-за того, что каждый клочок, я там родился, обучался в школе, работаю сейчас, и мне каждый клочок этой земли известен, и те люди, которые там проживают, прекрасные, трудолюбивые, красивые люди, живущие на территории Шанталинского района. И поэтому настолько она мне стала родной, действительно, это не просто вот такие слова, а вот ощущаешь, понимаешь, когда тебе уже перевалил за 50, и ты чувствуешь, что без этой земли уже, без этих людей, без этих гор и рек и полей, ты уже не представляешь себя в этой жизни. Здорово так чувствуете тоже. Мне кажется, огромные стимулы, мотивация в работе. А скажите, пожалуйста, население района, сколько проживает люди? У нас население порядка около 14 тысяч жителей, но, к сожалению, там порядка 7% работает за пределы района. Понятно, что трудоустроиться в сельхозяйственном районе очень тяжело, там своя специфика, других предприятий, крупных, градообразующих пока еще нет. А может быть, даже это лучше, почему? Потому что Исаакинский район является экологически чистым районом, имеет свой сертификат, стоит в реестре Российской Федерации за номером 028. Те люди, которые работают на севере или в других городах, семьи здесь проживают, на нашей территории, и с удовольствием они возвращаются домой своим детям, женам, родным и близким, понимая, что снова и снова их родная земля притягивает, и они не собираются большинство своим уезжать в большие мегаполисы или в другие областя. Чем она интересна еще территория Исаакинского района? Она большой лесистости. Где-то порядка 20% территории Исаакинского района находится под лесом. Смешанные леса. Находимся мы предуралье, то есть это тоже немаловажно. Большое количество родников, и не зря говорят Исааклы, Крайста, Ключе, это бренд уже, более 140 родников, имеющиеся каждый родник, свою легенду, свои названия. Протекает река Сок, начало реки Сургот, Сурош, и там многие крупные такие реки, которые впадают в последующем в Волгу-матушку, и пополняют его пресной, хорошей, доброй водой родниковой. И щедро вас разделила природа. А Валерий Дмитриевич, основополагающая отрасль экономики района – это сельское хозяйство, насколько мне известно. Да, основой экономики является более 70% сельское хозяйство. А что именно все-таки больше животноводства? Вот я хочу разделить, потому что понять, здесь у нас 16 крупных сельхозпредприятий и 36 фермерских хозяйств. Основная деятельность – это, конечно же, производство молока, животноводство. Это у нас традиция, традиционное, хорошее, хорошее качественное молоко. Самое главное, что немаловажно, молоко может быть везде. Но вот сыропригодное молоко только производится на территории Секлинского района. Поэтому ранее, когда у нас работал масло-сыродельный завод «Иссеклинский», об этом знают все многие, во всяком случае, старожилы, которые пробовали один раз сыр «Иссеклинский», они прекрасно понимали, что это такое. Был победителем в Сочи когда-то 20-30 лет назад. Но все равно это молоко сейчас производится. И производится в большом количестве. Мы выполняем продукции, такие заводы, как перерабатывающее молоко, как Пестравский, Самарлакта, Данон, Красноярский, Кошкинский и многие-многие другие. Производится молоко порядка 60 тонн молока в сутки. Это очень хороший показатель. Мы являемся вторыми по объему производителя молока после Ставропольского района в таком большом количестве, 10-12% всего объема из Самарской области. Для этого, конечно же, необходимо растеневодство. Что хотелось бы остановиться на растеневодстве? Это, конечно, производство зерна. Основное направление, конечно же, у нас кормовая база для животноводства. Вот на сегодняшний день в стране, в России и в Самарской области в том числе у нас идет рекордный сбор урожая. С одной стороны, да, все должны радоваться, что да, идет. Но, к сожалению, цена сейчас, цена образования на собранный урожай достаточно низкий. Хотелось бы, учитывая те затраты, которые произвели растеневоды, это на удобрения, на средства защиты, на элитные семена, на ГСМ, запчасти, зарплаты и налоги, хотелось бы их вернуть и понимать, что следующий уже сезон, посевной сезон, чтобы прийти уверенно и, самое главное, с финансами. Почему? Потому что матушка-земля, отдавая что-то, он должен принять себе. Это, в первую очередь, конечно же, удобрение, что, к сожалению, некоторые от хозяйств забывают. То есть, получая, не отдают. Это неправильно, потому что я всегда говорю в таких случаях, это, говорю, людей можно обмануть. Вот землю нельзя обмануть, потому что, если не вложил туда, то в конечном итоге, через 2-3 года, вы получите рентабельность ведения хозяйства в минус. Это правило, которое говорит и Васин Василий Григорьевич, сельхозяйственная академия. И мы не увлекаемся подсолнечником, что делается сейчас по всей России и в Самарской области. Почему? Потому что вот эта культура, техническая культура подсолнечника, мы в минимальном количестве его засеваем, зная, что вот эта культура достаточно высокорентабельная, рентабельная, да. Можно в год получить достаточно хорошие прибыли, но после подсолнечника земля истощается. И для того, чтобы восстановиться, нужно по крайней мере 6 лет, чтобы свой ресурс, свои силы земля восстановила. И поэтому мы знаем, что на данных площадях, когда мы будем либо технической культурой для животноводства, либо зерновые для фуража, для комбикорма, мы недополучим тот урожай, который должно было быть. По сути, то есть это погоня за коротким рублем? Ну, так точно, да. Вот, к сожалению, такое происходит. И самое главное, это происходят те, которые приходят со стороны. Те, которые жили, проживали и являются истинными патриотами своих сел и деревень, и в целом района, они никогда не позволят издеваться вот таким способом. Я не побоюсь этого слова, потому что это по-другому нельзя сказать. Мы должны помнить, значит, что не только для нас, предки для нас берегли землю, а мы в конечном итоге своим будущим внукам, правнукам и последующим поколениям можем и оставить такой истощенный гумус. Валерий Ильич, сегодняшние коллективные хозяйства – это не колхозы советских времен, где там страшненькие тракторы ездили по полям. Сейчас это достаточно неплохо оснащенные хозяйства, если я не ошибаюсь. Ну, сказать, понятно, сейчас колхозов нет, но форма собственности коллективной, она сохранилась. Почему? Потому что в лице, скажем, сельхозяйственных производственных кооперативов, где действительно коллектив, те же колхозы только переменовали и работают достаточно активно. Есть, конечно же, и общество с ограниченной ответственностью, есть общество, акционерное общество, где есть собственник. Ну, здесь самое главное их подталкивать, в первую очередь, это рентабельность ведения хозяйства. И вот для того, чтобы вести рентабельно, необходим, конечно, техническое перевооружение. Вот по 2016 году в Соклинском районе было приобретено сельхозяйственные техники на сумму 115 миллионов рублей. За счет каких средств? А вот за счет каких средств? Потому что животноводство предполагает собой это достаточно хорошее рентабельное ведение отрасли, хозяйства. Там 45% рентабельности, ну, в среднем я говорю, у кого-то больше, у кого-то меньше, но в среднем 45. Это не просто слово рентабельность, это реальные деньги, которые получают прибыль, называемые. Это первое. Второе. Государственная поддержка. Вот этих 45, возможно, и не было. Там наполовину, можно сказать, даже, вот, если не было государственной поддержки. Государственная поддержка для те и правительства Амарской области, и правительства Российской Федерации, и муниципалитета с трех источников финансирования. Федеральный, областный и муниципальный. По 2016 году, если разбирать, потому что сейчас пока итоги мы не подводили по 2017 году, за 7, за 8 месяцев там, вот, было порядка 75 миллионов безвозмездной помощи государственной, и в том числе 11 с бюджетом нашего района. То есть... Но это серьезная. Ну, это да, это серьезная поддержка. Без них бы, конечно, снизились бы те возможности, которые бы позволили приобретать те трактора, комбайны новые, которые приобретают сельхозпредприятия. Это, во-первых, условия труда. Это, во-вторых, возможность привлечения молодых на новейшую технику, когда комбайны уже с кондиционерами, климат-контролем, когда все у нас с компьютерными, компьютерное управление, все это сенсорное управление даже где-то в каких-то... И при этом иметь возможность зарабатывать достаточно хорошую заработную плату и в сезон, и после сезона. Вот как раз и притягивает молодежь, чтобы она оставалась в селе, чтобы понимали, что хозяйство есть, село будет расти, село будет развиваться или сохраниться, хотя бы во всяком случае. У нас такая тенденция есть. И увеличение количества детей, тех хозяйств, которые крепкие. Вот у нас некоторые хозяйства, даже вот садик вот есть, есть дополнительные. Вот при школах снова сейчас, благодаря правительству Самарской области и Министерству образования и помощи, открываем дополнительные группы. Понимаем, что вкладывая сегодня в детей, и ту любовь, которую они сейчас ощущают, они в конечном итоге, пускай они все, пускай 10%, пускай даже 5% останутся на селе, будут развивать также сельское хозяйство, зарабатывать, сами будут развиваться и сохранят село. А вот скажите, пожалуйста, на последние годы наше правительство очень много говорит и, наверное, и делает для поддержки малого бизнеса. Вот сейчас все-таки стало гораздо больше желающих заниматься фермерским хозяйством. Раньше ведь вообще сельское хозяйство, в принципе, людей пугало, как нечто убыточное. Серьезный ли вклад в экономику района вносит именно малый бизнес и как он развивается у вас? Ну, малый бизнес в сельском хозяйстве, ну, они, во-первых, также занимаются животноводством, как я сказал, животноводством у нас занимается 26 фермерских хозяйств, из 36, надо отметить. Они прекрасно понимают, что это достаточно высокориентабельное ведение хозяйства и помогает нам в реализации. Произвести молоко или молочные продукты, кисломолочки или другие. Это проще. Вопрос рынок сбыта. Рынок сбыта у нас очень хорошо устроили. Они наши сельхозники, наши, имеется, малый и средний бизнес, фермерское хозяйство, реализация своей продукции на территории Сергиевского района и у себя в районе. Да и плюс еще добавляют в Сергиевский район. Там у нас такие крупные населенные пункты, как Серновозг, Суходол, Сургут, Сергиевск. То есть у каждого есть свои нища, где они используют свои постоянные клиенты, где у них приобретают и продают они по хорошей цене. И покупателям знают, что, во-первых, качественная они получают продукцию и своевременная, и те, которые производят. Тем самым, видя, что у людей, у одних получается, это не самозанятость, потому что тоже немаловажно, чтобы они куда-нибудь уехали, куда-то там за какими-то рублями, в конечном итоге получают копейки. А здесь, рядом с семьей, семейные фермы, развиваются молоком, мясом, яйца тоже производят и реализовывают. То есть это, я считаю, что достаточно по ихним осуждениям, по ихним действиям, рентабельно. Вот по этому году наверняка же не подсчитаны еще цифры по урожаю, да? Но, тем не менее, уже везде сообщается, что он рекордный, очень большой. При этом вы сказали, что здесь палка-то о двух концах, рекордный урожай, это низкие закупочные цены. Получается, что это тоже не выгодно. Мы на реализации в большом количестве это не производим. Мы же знаем, что основное направление, все то, что производится на земле, это техническая культура, это, значит, кормовая база, это зерновые через комбикорм. У нас направление все пропустить через корову. Потому что через молоко, я коров называю как мини-завод по производству молока, а молоко называю белым золотом. Жаль, что сыр не делают. Жаль, что сыр не делают. Ну, сыр делают у нас фермеры. Кстати, неплохие делают. Сыр производится у нас, реализовывается, она востребована. И даже, по-моему, до города Самара не добирается, потому что по дороге все разбирается. Так у хорошего качества. И поэтому понятно, что есть нюансы, но все же мы зерновым бизнесом не занимаемся как таковым. Так же, как и подсолнечником. Я говорю, у нас только основной. Потому что, да, если у нас зерном, зерном, хлебом, у нас обеспеченность, самораскорбованность уже превышает вкратно. А вот молочных, и кисномолочных, и другой продукции, жутноводства, у нас, к сожалению, пока рынок свободный. Поэтому этот рынок нельзя отдавать. Этот рынок надо развивать. Мы увеличиваем поголовье, увеличивается у нас продуктивность, увеличивается надои. Сейчас продуктивность более 5000 в среднем по району. У нас мы дошли до рекордного, такого не было еще. Высокая цифра. Да, и количество коров также увеличивается. Я считаю, что люди идут туда, куда действительно прибыльно сейчас. И это правильно. И развивает его. Хорошо. Вы сказали, что для молодежи является серьезной мотивацией возможность работать на современной технике, современных комбайнах. но, наверное, в сельском хозяйстве в первую очередь важны именно кадры. И я читала, что у вас в районе проходила такая акция, где родился там и пригодился. Это, видимо, еще один из каких-то способов убедить людей не уезжать из района и работать именно там. И, кстати говоря, вот вы ведь тоже сказали, что вы уроженец из Соклинского района и не покинули его и, видимо, не собираетесь. Что за акция такая? Акция, где родился, где там и пригодился. Это, значит, по инициативе правительства Самарской области, аппарата губернатора. У нас на территории тоже эта акция проходила. Да, были победители. Это не только сельхозники, это всех отраслей. Ребята рассказывали, ну, как и ребята, но они моложе меня, поэтому я говорю, ребята рассказывают, показывают. остальным, что жить в селе можно и каких достигли результатов. И рассказывали про свою историю, что они, уезжая в город, пожили там, были достаточно, они тоже неплохие в должностях, работа у них была. Скажем, ну, в конечном итоге они вернулись и, оказывается, вот сейчас сопоставив городскую работу и жизнь, и сельскую, они понимают и нашим последующим поколению более младшего возраста и сами себя тоже утверждают, что на селе это намного лучше, чем в городе. Потому что нет такой суеты и та обстановка, которая окружает процессе жизнедеятельности в районе, она благоприятно влияет на каждого. И тем более тот воздух, который вокруг существует, и спокойствие, и степенность, и возможностей, немаловажно тоже, чтобы тоже был какой-то определенный карьерный рост, тоже достигается в районах, в селах и деревнях. И плюс, вот, что касается, опять возвращаемся к обучению, то у нас в пяти школах имеет возможность ученики 11 класса получить профильное обучение. То есть, заканчивая 11 класс, они получают не только аттестат, а и... Какие-то специальности? Они машинист-тракторист, получают настоящие водительские права, по которым они могут работать везде, на всех тракторах, на которых их обучали. Вот комбайн-трактора. Поэтому они уже седьмого-восьмого класса являются помощник комбайнеров, они потихонечку, вот так... Ну, вы себе уже кадры готовите заранее, за годи, да? Ну, естественно, а без этого нельзя. Это было и в советские времена, кадры решают все. Поэтому, если сегодня не будешь готовить, то послезавтра у тебя уже может и... Вряд ли кто-то с вами сейчас спорить возьмется, да. Валерий Дмитриевич, ну, а все-таки, кроме сельского хозяйства, что еще дает вам возможность жить и что является предметом? Ну, чтобы удержать молодых, чтобы удержать насилие молодых, не только вот хорошие комбайны, трактора, там, зародные платы, это мало. Надо им культурная жизнь, им нужна жизнь, которая кипела. Вот. И чтобы они в это пучине участвовали сами. То есть, либо где-то волонтерское движение, где-то на соревнованиях, где-то народных коллективах, которые достаточно очень активно, вот я хочу сказать, по итогам в 2016 году, в январе мы заняли первое место, район занял первое место из всех 27 муниципальных сельских образований именно по развитию культуры. Детская школа искусств, которая 150 детей, и дети, которые могут получить по 17 видам у нас творческое развитие, вот и художественное, и другие разные там есть. Вот. Считаю, что не зря имеет высшую категорию детская школа искусств. Прекрасные преподаватели, большое им спасибо, и уникальные дети, завершая вот эту детскую школу искусств, идут в жизнь. Но кроме всего этого, конечно, спорт. Спорт нужен молодежи, и не только молодежи. Да, действительно, чтобы, как говорится, вот эту энергию пустить в правильное русло, необходим им спорт. Поэтому много делается на территории Соклинского района. Это, в первую очередь, было во всех крупных населенных пунктах построены спортивно-универсальные площадки, большие, с ледовым катком, снегоуборочной техникой. Все они были установлены в шаговой доступности от образовательных центров. У нас пять образовательных центров школ. У нас восемь сельских поселений. Вот пять таких вот у нас. И плюс еще большое спасибо, конечно, и правительству, министерству, что, и, в первую очередь, конечно, Николаю Ивановичу, потому что большие, огромные деньги были вложены в завершение строительства физкультурно-оззоровительного комплекса «Победа» в 2006 году. То есть, в 2016 году 11 лет тоже строилось, замораживалось, снова возвращались мы к этой теме. Вот не зря, наверное, когда проводили конкурс, как назвать физкультурно-оззоровительный комплекс, однозначно жители Исакнейского района остановились, большинством своем, на названии «Победа». Это был первый спортивный физкультурный комплекс под таким названием на территории Самарской области. Потом уже Кошкинский район там приняли решение. И, конечно, рядом с физкультурно-оззоровительным комплексом хороший большой стадион. Имеет не только футбольные поля и трибуны, но и беговые дорожки, и ямы для прыжков, для метания и толкания ядра. Там много всего того, что есть. Это современные, действительно, все технологии 21 века. При школе буквально шаговые доступности от физкультурно-оззоровительного комплекса 50 метров бассейн. Поэтому школа образовательная, где и лицеи экономические, и кадеты, которые у нас уже в этом году седьмой год подряд мы кадетами занимаемся, кадеты тоже военно-патриотическим воспитанием. Вот все это вид, что для детей, для детей молодых наших специалистов, работников все есть. И для спорта, и для культуры, и для развития во всем. И самое главное, что это, во-первых, все бесплатно, а во-вторых, шаговые доступности. Это не говорит о том, что только для жителей райцентра Саклы. У нас достаточно они мобильные, достаточно они у нас жители, скажем, крепкие, как говорится, финансово. Они приводят своих детей. У нас самое далекое, это может быть 39 километров от райцентра населенный пункт такой крупный. И считается это нормой и привезти ребенка в детскую школу искусств, на бассейн организованную школу привозят, она получает очень большое хорошее удовольствие. И самое главное, что это семейный такой. Кто-то бассейн, кто-то на каток, кто-то в скруппуно-назависительный комплекс, кто-то на лыжи, там же у нас лыжная база есть. С такой любовью вы рассказываете о своем районе, хочется переехать к вам жить. Давайте телеканал создадим, приедем к вам работать. Валерий Дмитриевич, ну а все-таки о чем-то душа болит, какие моменты требуют прямо такого вмешательства, участия, что в перспективе вашей работе, чтобы еще лучше стало жить у вас? Ну, чтобы лучше надо жить, чтобы нужно работать. Я всегда говорю, вот сидя, желать это невозможно, это, как говорится, не по-сельски, у нас в селах так не бывает. Если долго сидеть, то в принципе отстает. Поэтому всегда необходимо развиваться. А что необходимо? Я думаю, что необходимо, во-первых, сохранить только государственную поддержку, которая есть, сохранить государственное развитие вот этого АПК, агропромышленного комплекса в целом, потому что есть примеры такие негативные не только на территории Саклинского района, когда закрываются, как вы сказали ранее, колхозы или там сельхозпредприятия, то потихонечку угасает жизнь в этих селах, деревнях, населенных пунктах. Начинают разъезжать другие усадьбы, другие села или уезжать вообще города. Поэтому будет сельхозпредприятие на территории населенных пунктов. Будет развиваться и школа, и детские сады, и сельские дома культуры и так далее. Много-много всего будет. Настроение, общее настроение людей будет. И вот эта государственная поддержка, конечно, хотелось бы, чтобы оставили. И вот эта федеральная программа, где у нас активно и включена, и работаем мы, федеральная программа устойчивого развития сельских территорий, где основным является Министерство сельскохозяйства, Попов Алексей Петрович, он достаточно очень активно внедряет те направления работы, которые необходимы селу. Понимаем, что он ранее был руководителем одного из районов, крупных районов Самарской области, и знает проблемы изнутри, ему проще ориентироваться, и сориентировать в том числе и нас. И вот эта программа дала очень много для Самарской области, и для частных селей Сахминского района. Почему? Потому что по этой программе строится жилье, по этой программе строятся дороги, фельдшерско-акушерские пункты, много-много того, что там есть. И я считаю, что также вот и мы, вот как житель Сахминского района, мы будем активно участвовать в данной программе, вот участвовали и дальше продолжать. И это все происходит на глазах, это все происходит, и могут потрогать жители сел и деревень, это уже хорошее, доброе настроение. Независимо от того, что, какую информацию дают СМИ, что да, там санкции, здесь эмбарго, здесь плохо, там плохо, но зато относительно всей этой информации жители нашего района видят, что у нас все развивается, у нас строится, поэтому мы не отделяемся от всего мира, но во всяком случае мы сегодня ответственны за наших ветеранов, за наших детей, за правильность его воспитания, не только обучения, но и воспитания. Поэтому патриотическое воспитание у нас уже более почти 40 лет, мы никогда не забывали, вот эти все зорницы, орленки у нас проводились и проводятся достаточно очень активно, сейчас уже последние 2-3 года к нам на территории, как у нас брендовый оказалось, подтянулись и другие соседние районы 15-го избирательного округа, ну здесь конечно активность вот Субботин Владимир Анатольевич это генерального директора Газпромтрансгаз Самара, депутата нашего вот и все благодарны, все жители 15-го округа от мал до велик за его активность, за понимание, за его личное участие практически во всех мероприятиях, которые происходят не только на территории Сяк-Минского района, а вот 15-го округа, какие районы и город Бог с ним входит. Это нас, во-первых, еще подстегивает, почему? Потому что видим, что человек достаточно очень занятой, имеет такое большое количество людей за собой, имеет такую ответственность, имея и депутатский общественный нагрузку к председателю по местному самоуправлению и всего этого он находит время, приезжает, участвует, помогает, очень, вот даже так подчеркнуло бы, очень много помогает. Это ощущается людьми, которые живут. И поэтому, когда его выбирали, у него оказалось самое лучшее. Значит, и за него и проголосовали. И не пожалели. Не пожалели, а никто не пожалел, да. А Валерий Дмитриевич, я знаю, что прям вот на днях вы будете отмечать свой личный и на самом деле серьезный юбилей. Район вы возглавляете уже целых 10 лет. Во-первых, не могу не поздравить вас с этим, да, и, наверное, пожелать вам самых немалых успехов на этом поприще, тем более, что все проблемы вы знаете изнутри, как действовать, вы знаете. Спасибо. Ну, я с моей стороны хотел бы тоже вас поздравить, потому что, как бы мы с вами небольшие такие в этом плане коллеги. Вам тоже 10 лет в конце сентября. Я хотел бы поздравить и вас, и ваш творческий коллектив, и пожелать новых творческих успехов. А вашим зрителям, конечно же, добра, счастья, здоровья и семейного благополучия. Огромное спасибо. Вот на таких приятных моментах мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Увидимся в городе ЕС. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин